МАНДОР 1168 очков перемещения. Если мы сделаем шаг по горизонтали, то есть влево, смотрим что стало 1068, ровно 100 забрало. В обратном направлении тоже ровно 100 забрало. А наискосок должно забрать 141. Смотрим и у нас стало 827. То есть в принципе эти очки перемещения конечно же работают. А вот мы становимся на быструю дорожку, имея в своем активе 527 и делаем один шаг по дорожке. В итоге у нас 477 ребят. Еще один шаг. 427. Еще один. 377. То есть экономию вы сами видите, насколько более выгодно бегать именно по дорожкам и не убегать куда-то на бездорожье. Так это мы еще с вами бегаем без штрапа. А со штрапом там вообще беда. Также давайте с вами рассмотрим некоторые типы земель, которые вы можете довольно редко видеть в реальной игре. Проклятая земля ни для кого не является родной, поэтому никто не получает плюс 1 скорости. Помимо этого убирает в бою удачу, а также мораль и дизмораль. Их просто не будет во время боя. На этой земле, насколько я помню, равнина магов нейтрализуется любая магия. То есть нельзя сражая здесь использовать магию. На святой земле все добрые замки, к которым относятся замок, оплот и башня, они получают плюс 1 морали. А злые, инферно и темница получают минус 1 морали. Но зато на дьявольской земле наоборот, инферно и темница получают плюс 1 морали. А оплот, башня и замок получают минус 1 морали. На вот этой земле нейтральные армии на клеверном поле получают плюс 2 удачи. К ним относятся сопряжение, крепость и цитадель. За сопряжение мы сейчас с вами играем. Дальше у нас есть еще вот такие вот прозрачные пруды. Сражаясь на них, все заклинания водяные, они будут экспертного уровня. На скалистой земле все заклинания земли всегда будут экспертные. На магических облаках все заклинания воздуха должны быть всегда экспертными, даже если у вас и не прокачано то, что вам необходимо. А именно соответствующая магия стихий. И вот так вот выглядят огненные поля. Здесь магия огня экспертного уровня. Даже если у вас не прокачана магия огня, как навык у вашего героя. Также есть целый ряд объектов, которые позволяют вам получить гораздо больше очков перемещений, чем у вас уже есть. То есть вот если мы наведем мышкой на... Кто тут у нас есть? Цельку, да? У Цельки имеется 2000 очков перемещений. Есть одноразовые объекты, которые на один день выделили количество... Мувпоинтов больше, например, на 400, да? Флаг единства. Посещаем. Нам немножко очков перемещения добавляют. Плюс часть очков мы уже потратили, когда шли. И у нас все еще остается 1940. Но на следующий день у нас будет опять же ровно 2000. И мы с вами сейчас это прям наглядно увидим. Подводим опять мышку. Видим, что у нас ровно 2000 очков перемещений. Но есть конюшенка, за посещение которой вам дают 400 очков перемещений сразу. А 400 очков перемещений вы будете получать за каждый последующий день, пока не закончится неделя. Вот смотрите. Добавляем. У нас уже с вами 2280, поскольку два шага мы сделали. Сходим. И смотрите. На следующий день наш герой будет иметь уже гораздо больше очков перемещений. Смотрим. Начиная с этого дня наш герой получает по 2400. То есть это еще больше. Поэтому если где-то в выгодном месте вы видите конюшню, надо через эту конюшню прогонять, но чуть ли не всех своих героев. Для того, чтобы в течение каждого дня вы могли делать как минимум на 4 шага больше. А если по дороге, то даже больше, чем 4 шага. Что за 7 дней даст вам ощутимый перевес. То есть даже если по 4 шага, и вы в основном по бездорожью будете бегать, то считайте 4х7, 28. Как минимум 28 шагов. А на самом деле может даже больше. Вы оппонента сможете довольно быстро перетемповать. А вот эти вот объекты, вот видите, написано посещено. А как сделать, чтобы его посетить повторно? Например, конюшню повторно посещать уже нельзя. Теперь только на следующей неделе. Один раз посетили и все. А вот такие вот объекты, и те объекты, которые вы видите у себя на экране, их можно посещать раз в день. И они будут действовать до тех пор, пока вы не проведете какой-то бой. Вот сейчас вы проводите один из боев, неважно какой. После этого, смотрите, флаг единства написано «Непосещено». И вы можете снова заехать и опять получить дополнительные очки перемещения. Точно так же, еще раз, проводите какой-то бой рядом возле него. И смотрите, опять непосещен. Опять посещаем. Проводим еще один бой. Подрались. Смотрим. Опять непосещено. И так мы можем в течение дня вокруг этого флага единства бегать, проводить кучу боев разными героями и чувствовать себя очень даже прилично. Как вам? Такой лайфхак неплохой. Думаю, вполне ему применение можно найти в игре. Есть на карте вот такие вот таблички, но это в основном таблички, которые делаются создателями карт. На случайных картах вы таких табличек навряд где-то увидите. Это скорее всего будет какой-то баг, нежели особенность той или иной случайной карты как таковой. Через такие оазисы можно проходить и повышать себе мораль и при этом добавлять очки перемещения. Так что это может быть выгодно. Вот если бы вы прошли мимо, вы бы потратили больше очков перемещений. Поэтому если видите на карте такой оазис, а оазисы появляются в основном на песке, то сразу же можете рассчитывать свои очки перемещения таким образом, чтобы их сэкономить и таким образом сможете сделать перерасчет. А куда же вы все-таки сможете в итоге добежать? Также есть довольно интересный объект, который называется внешняя таверна. Вам, например, нужно успеть добежать очень далеко, но вы не успеваете. Вы запускаете какого-нибудь героя, типа ЦЛ-ки, да, сюда. Покупаете нового героя. И этот новый герой, которому вы даже можете успеть передать армию, необходимую артефакты и так далее, он может в свою очередь попробовать добежать до нужного вам города в тот же день, куда бы вы не успели. Таким образом вы экономите время и по сути ускоряетесь на целый день. Посмотрите, какое расстояние вам удалось пробежать. И это еще и не предел, потому что вам буквально одного шага не хватило. Вот если бы вы в город не заходили, то вы бы успели еще даже и этот город захватить. То есть уже в этот день были бы с тремя городами. Так что о таких особенностях тоже желательно не забывать.